Член Союза писателей России, протерей Михаил Хаданов, представил столичной публике произведение со своей новой аудиокниги «Мне есть что спеть», представ перед Всевышним. Духовное осмысление творчества Владимира Высоцкого. Вот главная цель аудиодиска. Светлана Соколова с подробностями. Творческий вечер протерея Михаила Хаданова организовали музей «Дом иконы» и православный клуб «Паломник». Уже более 20 лет отец Михаил глубоко изучает творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор, умный, только горы, на которых еще не было, на которых еще не было. Высоцкий был человек публичный, человек яркий, человек во многом отмеченный рукой Божией. Другой вопрос, ну как он использовал свой от Бога данный талант, всегда ли по назначению или нет, но мы смотрим в комплексе. И его зрелое творчество убеждает нас в том, что он с каждым годом с жуткой болью, с падениями, но приближался к Богу. Владимир Высоцкий – феномен. Один из немногих поэтов прошлого века, который не боялся выражать гражданскую позицию. Стремился вперед, хотел жить полной жизнью и никогда не отделял себя от родины. Отец Михаил в юношестве был одним из многих, кто однажды, познакомившись с творчеством Высоцкого, полюбил его навсегда. Родители немножко знали Высоцкого, он был у нас дома. Это тоже произвело впечатление на меня, тогдашнего подростка. Даже общался с ним, меня на путь отведал, чтобы я учился хорошо. Петь песни Высоцкого очень сложно, нужно состояться как личность. И отец Михаил – превосходный журналист, талантливый литератор, писатель и исполнитель. Делает это невероятно глубоко. Михаил Хаданов, который взял на себя и смелость с одной стороны, а с другой стороны – это благородное очень дело. Вы знаете, я слышал многих исполнителей песни Высоцкого, но Михаил отличается от них. Вы понимаете, он как-то своим умением, каким-то там даром внутренним может передать такие вещи, которые другим недоступны. Высоцкий жил в атеистическое время. Военное детство – нужда лишения. Все это было. Но рос он в окружении людей, которые прошли войну. И опыт общения с ними возвышал его душу, приближал к Богу. Поэт всегда стремился найти вечные вопросы бытия. И сегодня любовь людей разных поколений к его песням так же велика, как и раньше. И каждый находит свое что-то близкое. Конечно, мы все обожали Высоцкого. Он яркий, талантливый, гениальный, конечно, исполнитель, поэт. Но вот за этой его яркостью, напором, что ли, уходила такая смысловая духовная нагрузка его стиха. А отец Михаил вот открыл для меня вот эту вот духовную, что ли, подоснову Высоцкого. И это вот дорогого стоит. Высоцкого можно любить, можно не любить. Но не признавать, что он яркая творческая личность, невозможно. И сегодня отец Михаил, предваряя каждое свое выступление кратким словом, открывает для нас творчество Владимира Семеновича с духовной стороны.